Привет, девочки! И можно сказать, сколько-то там процентов мальчикам, которые тоже привет. Ну, наверное, мальчишки, дети, заниматься своими делами. Потому что сегодня мы немножечко тут поруемся во всяких, во всяких таких шняшках. Если это приличное слово, надеюсь. Ну, в общем, меня не миновала часа сия. Я зашла в вот такой вот магазин. Это типа магазина фикс прайса. Я думаю, что его просто по аналогии такой придумали магазин. Заодно, просто он тут не очень далеко, не по пути. И мне надо было купить. Сейчас покажу, что. Честно говоря, я в этот магазин зашла за стельками. Стельки я стараюсь обновлять обуви. Потому что обувь, она не так изнашивается, как, в общем-то, и бывает изнашиваются стельки. А вот зимние стельки, наверное, вообще приятно, когда меняешь каждый год. Ну, как-то теплее ноги остановятся. Раньше, знаете, в каких-то магазинах вот обувных зайдешь, спросишь стельки. А там такие цены выдвигали. В общем-то, неприятные за стелечки. И как-то заходила в мастерскую и говорю, а как вот вы насчет стелек. Мне говорят, ну, конечно-конечно. Мы вам вырежем прямо натурально из меха по вашей ноге. 400 рублей! Ну, ну, нифига себе! Вот. И, в общем-то, такие стельки бывают и в экспрессе. И вот в этом вот магазине заодно. Сегодня я зашла, мне нужны были стельки. Ну, во-первых, чем они хороши? Тем, что эти стельки, они продаются один размер. То есть, одного размера из него можно вырезать вот по этим вот отрезочкам на любой размер ноги. Это очень хорошо. Вот я прикупила такие вот какие-то стельки. Они немножко, по-моему, здесь с мехом. Сейчас я посмотрю. Вот эти вот стельки, они, вот видите, написаны зимние. Они очень мягенькие такие. С одной стороны, такой, знаете, как поролончик, что ли. То есть, с другой стороны мех. Ну, из меха, я думаю, что, конечно, искусственный. А я вам сейчас покажу, для чего они мне нужны были. Ну, вот, я, как всегда, здесь вяжу, ваяю. Связала вот такой вот, хочу вам показать, как бы тоже на стельку посадила. Такой сапожок домашний, вязанный. Вот, если вот видно будет сейчас. Тоже косами, как предыдущие я тапочки вязала. Вот такой. Ой, это я связала для дочери. И она мне говорит, мама, я хочу, чтобы они были помягче. Поэтому я решила вот туда внутрь вложить ей меховой вот такую стельечку. Плюсом я купила еще вот такие вот стельки. Написано, что это межсезонные стельки. Не знаю, что это, что это такое. Написано полотно, нетканное. В общем-то, тем не менее, вот такая стельечка. Похожа на какой-то войлок. Ну, и последняя стелька. Вот это она, по-моему, подороже. Это я искупила. Ну, написано из натуральной кожи. С активированным углем. Смешно, конечно. Ну, будем надеяться, что из натуральной кожи. Сейчас я постараюсь вытащить, посмотреть. Ну, что, достаточно приятные на ощупь стельечки. Такие в туфле, в ботинке можно. Ну, и пахнет кожей, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим, по-чем эти стельечки. Итак, вот написано. Стельки зимние для обуви вообще 39 рублей. Это вот эти вот серенькие стельки. Стельки межсезонные 49 рублей. Это вот эти вот меховые. И стельки вот эти вот типа кожаные. 109 рублей. Ну, по крайней мере, не так, как предлагали мне в мастерской. Сказать, что я сейчас вам вырежу кожаные стельки по вашей ноге. 400 рублей. Прекрасный выбор, я считаю. Потому что стельки, в общем-то, поносил, вытащил и выкинул. Я давно, что хотела. Это такая штучка для украшений. Которая вешается на стену. И вот на эти крючочки можно повесить все бусы. Ну, вот сюда, наверное, можно повесить серьги какие-то. Вот еще вот крючочки для бус. То есть, у меня очень много бижутерии. Сейчас я вам покажу, по идее, как я ее храню. В общем-то, украшений у меня много. Бижутерии у меня много. И мои родственники знают об этом. Родственники, знакомые. Поэтому мне дарят вот такие вот ящички для украшений. Ну, например, вот этот вот ящичек. Такой вот, да. Здесь можно вот у меня серьги-кольца. Браслетики небольшие. Какие-то вот у меня часики старенькие. Которые я не ношу. Тут какие-то часики. Вот тут вот тоже выдвигается что-то есть. Но, вы знаете, это хорошо для вот таких украшений, которые положил туда и все. Длинные бусы. Ну, это просто, конечно, жуть. Ну, вот здесь вот у меня еще какие-то там браслеты, колье, еще что-то. И тоже, видите, все в таком состоянии, когда надо выковыривать. Очень неудобно. Вот эти вот какой-то, видите, который я уже сто лет не ношу. Ну, или, например, вот здесь. Видите, какое, в общем, все вместе смешано. Пока это вот с утра вытащишь, выковырешь, тут сто лет пройдет, в общем-то. Так что мне вот такая вот штучка была очень нужна. В общем, я пока не знаю, куда это приделать. Я еще подумаю. Ну, вот так вот вам показываю, да, чтобы было понятно. И вот так вот висят бусики. Просто я как бы прислонила тут к стене. Вот такая штучка. Она из металла. Металлическая, беленькая. В расцветках были только беленькие. Так что сейчас посмотрим, сколько она стоит. Ну, вот она идет. Полка металлическая, многофункциональная. 119 рублей. Кстати, совершенно не понимаю, почему они позиционируют этот магазин заодно как фиксированных цен. Я понимаю, в фикс-прайсе все по одной цене. Там кое-какие только позиции по другим ценам. Здесь везде видите разные цены. 39, 49, 109, 119. Не понимаю, почему магазин фиксированных цен. Последняя покупка. Ну, это так, знаете, баловство. В общем-то, такая нам игрушка уже давно всем известна. Ее еще и в советское время продавали. Это такая маленькая сушка для мелких каких-то носков, труселей, носовых платочков. Ну, вот мне хочется иногда, знаете, что-то постирать, не развешивать, а раз прищепочкой прищелкнуть, и чтобы это все сохло. Сейчас покажу. Ну, вот ее можно повесить прям вот так вот над ванной. Может быть, чтобы что-то стекало. Сейчас носочек покажу. Ну, вот так вот носочек постирать, повесить, и пусть быстренько на этой штучке сохнет. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Ну, вот она идет четвертым пунктом. Сушилка для белья, подвесная, цветок. 8 прищепок, 79 рублей. Вот такие товары сегодня я набрала. Ну, еще взяла, сейчас покажу, щетку для бани. Вот такая вот щетка для бани. Просто у нас на даче есть баня. И, в общем-то, знаете, спину почесать очень-то неплохо. Тут можно вот сюда руку сунуть. Как бы можно держать за палочку, можно так вот. Ну, вот эта щетка, по-моему, 89 рублей стоит. Сейчас покажу сайт этого магазина. Ну, а так я, в общем-то, в самом магазине не стала ничего снимать. Там, ну, не знаю, я еще не очень хорошо знакома с их товаром. А так вот можно предварительно посидеть, поковыряться на сайте, а уже потом прийти туда подготовленным. Не знаю, продукты, конечно, я в этом магазине бы не стала брать. Ну, как-то так. А вот какие-то вот вещички, вот, кстати, к огороду, они очень много к даче начали уже там выкладывать всего. Ну, почему бы и нет. Так что логотип у них вот такой заодно. Ну, можно прийти какой-то товар такой мелкий купить, который всегда нужен хозяйстве. Так что вот мои покупочки сегодня такие. Все, девчонки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok